Позвольте такое, а не паханье. Дальше думать он не мог. Вдруг заря в коллимоторы подошел комбайн в строй. А в комбайне тот, который... А в соседнем тот, второй. В куртках, в фирменной расцветке, в окружении поселян. И в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна. И стремительный, как джиг. Путин вышел из комбайна. Путин. Тут и сел. Вышел солнцем россиянин. Наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно. Трясись. Увидавши пред собой их, поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен. Вербовать-то он мастак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, Мы подумали с медведом. Замутить еще бы, чтоб. Все мы делали. Чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом. Погружались в глубину. Нежные дружбы не таили. Пели рок. Коров доили. Твиттер, свитер, макинтоши, лыжи, танцы. Все, что хочешь. И в свой час, случайно, был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. В несмешнейшем, чем в аршу. Совершенно оболваненно в таких серьезных темах. Тихо ахнул поселянику. Вот же круто. А зачем? Путин. Путин скушал эту дерзость. И ответил мне по лжи. А чего еще тут делать? Ну, неправильно, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам неправильно. Лучше так вот по полям. Чтоб ракетки и валаны и комбайны для куражу. А какие ваши планы, я хоть бабе рассказал. И с усмешкой, как ангел, он сказал. Примерно так. То ли на лыжах в акваланде, то ли в танке нажать. Что тут скажешь, что предложишь, лёжа в страхе на столе? Как ты так без литра можешь? Да уж, мол, Милон, могу. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН